Сегодня я планирую начать два новых процесса. Я сейчас показываю вам не зря эскалатор. Мало того, что я на нем еду, я еще и в это время снимаю. Для кого-то, может быть, это покажется странным, да? Ну и что такое ехать на эскалаторе? Ну а для меня это большое достижение. Все, кто сталкивался с такой проблемой, знают прекрасно, как это сложно. Но возможно. Главное поставить себе цель. И вот сегодня я начну наборчик на желание и поставлю себе цель. А вот это я не люблю, когда эскалатор и сбоку все открыто. А главное мне с камерой не потерять свою координацию. Ого, как высоко! Третий этаж. Ничего себе. В общем, я сегодня накатаюсь вдоволь и нагуляюсь вдоволь. Ну что, нагулялась я вдоволь. Как видели, вышивать мне было некогда. Но я уже говорила, мне сейчас надо побольше гулять. Много за вышивкой времени проводить я не могу. Поэтому самое время погулять и отдохнуть. Ну и вы уже догадались, почему я начинаю этот набор. Посмотрите, какая красота! Я уже делала отдельно обзор на этот набор, поэтому делать его не буду. Я в конце этого видео добавлю ссылочку на набор, и вы сможете посмотреть все подробности про этот набор. Ссылочку на магазин оставлю под этим видео. Ну, вы все уже знакомы с Олей. И как раз вот с этого набора начиналось мое знакомство с Олей. Только-только я начала ходить в ее магазин, и вот у нее этот набор оставался по старой цене. И я успела его купить до подорожания. В общем, это классно. Посмотрите, набор со светящимися нитками. Видите? Видите в темноте, как красиво светится. Но, в общем, поскольку обзор набора есть, я пока еще его не начала, поэтому я сейчас как раз расскажу предысторию этого набора. Вот многие девочки говорят, ой, смотрите, я и забыла, здесь еще есть серебристые нити. Мало того, что светящиеся, еще и серебристые. И, кстати, я покажу сегодня, что еще я светящиеся нитки купила отдельно. Расскажу об этом. В общем, с чем связан этот набор? Ну, пока я гуляла по комплексу, я уже вам рассказала, и вы все знаете, какие у меня проблемы были с координацией. Слава богу, у меня все восстанавливается. Ну, понятно, с моим заболеванием все восстановить невозможно. То есть я уже много лет этим занимаюсь, но как-то мне нужно научиться с этим жить. И мне не только сложно ездить, мне очень часто сложно даже ходить. Как в темноте и в сумерках я практически не ориентируюсь, теряю координацию. В общем, этот набор на желание, на мечту. Поскольку мое восстановление, хоть и медленными темпами, но идет, я надеюсь, что когда-нибудь я обязательно поеду в путешествие. То есть вот смотрите, несмотря на бурю, несмотря на сложности, этот парусник, он все равно двигается по своему намеченному курсу. И абсолютно ничего не может его сбить с пути. Нет, ну, конечно же, может, но он все равно идет по намеченному курсу. В общем, то же самое и я, девочки. Несмотря на то, что какие-то сложности в процессе моей жизни у меня возникают, у меня такой характер, что я все равно иду к своей цели. Хоть ползком, но доползу. Вот. И как раз вы уже знаете, да, что я очень часто загадываю желание на набор. То есть это никакая не мистика. Я просто ставлю себе цель и загадываю желание. Ну, вот сейчас я загадываю желание, что когда-нибудь в моей жизни наступит штиль, меня перестанет штормить. Я буду бегать, как лошадь. И буду ездить везде, куда захочу. И на поездах, и на самолетах. На машине-то я все-таки могу потихонечку ездить, но мне еще нужны самолеты и поезда. Я надеюсь, что в моей жизни когда-нибудь это случится. Собственно, кто-то из вас сейчас разнервничается и скажет, почему в этом влоге я столько говорю о своем здоровье. Потому что меня просили рассказать предысторию набора. Как я его купила и почему я его хочу вышивать. Другие наборы не связаны так сильно с моими желаниями, а этот связан. И для того, чтобы зрители, которые только-только пришли на мой канал, чтобы они понимали, я им эту историю рассказала. То есть не потому, что мне нужно пожаловаться на свое здоровье. Слава Богу, у меня все нормально сейчас. Относительно нормально. Но я бодра и весела. Но понимаете, как можно рассказать предысторию этого набора и рассказать о своем желании, и не рассказать какие-то подробности из своей жизни. Ну, раз зрители просили, вот у меня такой набор есть. Именно поэтому я его достала и хочу вышивать. Как раз мы много в трансляциях об этом говорили. Трансляция у меня не только на этом канале. На канале Жили-были и на канале Ассорти. Поэтому там со своими зрителями я тоже обсуждаю эти вопросы и вышивку. В общем, так что вот этот набор как раз по запросу. И я решила подробно о нем рассказать. Вернее, не о нем, а о своей истории рассказать. И для тех, кто только недавно подписался на мой канал, посмотрите мои самые первые ролики, послушайте их внимательно. Послушайте меня сейчас. И даже по моему голосу вы поймете, что я медленно, но верно иду к своей цели восстановления. Так что за три года моего пребывания на ютюбе все-таки колоссальная разница с тем, что было три года назад, десять лет назад и с тем, что происходит сейчас. Поэтому вроде казалось бы, такое долгое заболевание, которое у меня с 33 лет, оно как раз-то сейчас хотя бы немножечко мне позволяет жить нормальной полноценной жизнью. И это тоже хорошо. И этот набор мне поможет. Я просто уверена, что он мне поможет. Помните, я загадывала желание, что когда я поеду в Москву, я вылечусь? Да, я полностью не излечилась, мое заболевание неизлечимо. Но все-таки я в Москву доехала. Все-таки я свои цели достигла. Но я хочу двигаться дальше. И этот набор мне в этом поможет. Причем я не ставлю себе цель, что когда я его вышью, тогда все случится. Нет. Как только я начинаю вышивать набор и делаю первые крестики, и загадываю желание, в моей жизни всегда происходят какие-то перемены. Как вы помните, венок изобилия, я загадала желание, дом полная чаша. Так я еще не довышивала венок, но уже в моей жизни произошли изменения. Так же и здесь. Я просто уверена, что когда я его начну, в моей жизни произойдут какие-то кардинальные перемены к лучшему. Хотя мне и сейчас неплохо, но будет еще лучше. Ну, в общем, вы поняли, да, девочки, с чем связан этот набор. Понятно, что набор огромный. Понятно, что я его не смогу вышить быстро. Я это все понимаю. И цель себе не ставлю его вышивать срочно. Но начну. Мне этого хочется. Вот, тем более, такие замечательные нитки. Так, мне еще нужны были нитки для процесса Хэллоуин. Я сейчас вам покажу, на какой стадии мои процессы Хэллоуин, потому что я показывала их в трансляции, и в трансляции по веб-камере плохо видно. Вот посылочка, которая пришла мне из магазина Золотое Руно. У Золотого Руно есть официальный сайт. И там я заказывала вот эти светящиеся нитки Мадейра. То есть здесь точно такие же нитки, какими комплектуются наборы. Ну, там они, конечно же, стоят недешево, эти нитки, но все-таки я решила катушечку приобрести. Ну, иногда, может быть, куда-нибудь я в какие-то дизайнерские, авторские схемки буду их применять. И как раз я сейчас покажу, куда именно я хочу их применять. Ну, и если в наборах Золотое Руно не хватит светящихся ниток, я могу спокойно вышивать, не экономить. Я просто смотрела видео, девочки вышивали и переживали. А там запутались нитки, и вдруг, говорит, не хватит. Не помню, у кого это было видео. Ну, а если у меня вдруг нитки запутаются или не хватит. Хотя девчонки писали, что в наборах Золотое Руно в принципе ниток достаточно. Никогда такого не было, чтобы не хватало. Но, ну, мало ли, да, мало ли. В общем, чтобы я не нервничала, пусть лежат. Ну, тем более, что я же не буду отсюда из наборов брать для своих маленьких сюжетов. Но очень хочется иногда куда-то их добавлять. Ну, правда, я не знаю, на стену ли я их буду вешать. Я же в темноте их не буду разглядывать. Не знаю. Вот видите, ведьмочка летит. Сейчас даже покажу, куда хочу добавить. И чтобы не заказывать одни нитки, я еще вот такие иголочки. 26 номер иглы Джон Джеймс. Заказала 5 штук иголочек. Ну, пусть будут тоже на запас. Вот так все. Я же хомяк. Я же люблю хомячить. У меня все должно быть про запас. Сейчас покажу вам кусок схемы вот от этого набора. Посмотрите, вот эти волны. Девочки, меня уже укачивает, когда я смотрю на эти значки. Господи, как это сложно. Ничего. Сложно, но это нужно сделать. Цель есть цель. Так, собственно, куда можно применить светящиеся нитки? Я распечатала схемки. То есть у меня две схемки, купленные у Алины Цибульской. Я вам оставлю ссылочку. Ну, эта девочка, она специально не занимается разработкой схем. Она просто их делает между делом. Вот. Мне схемки очень понравились. Вот такая схемка. Тоже в трансляции я показывала. И вот такая схемка Хэллоуин. И посмотрите, вот как раз глаза можно вышить, добавить сюда светящуюся нитку. Ну, в общем, на будущее планирую вот в такие вот схемки использовать светящиеся нити. Так. А теперь мой чумадам. Помните, я покупала вот такую коробку? Я не помню, на этом канале показывала или нет. Скорее всего, на жили-были. Я показывала, как мы ходили по магазинам и покупали контейнеры. В общем, вот такой контейнер рукодельный я купила для своих текущих процессов. Так. Сейчас мне некуда выше поставить камеру. У меня ноги у штатива сломались. Так что я вот так вам покажу. Ну, в принципе, понятно, да, что внизу у меня процессы текущие, а сверху у меня вот такая вот коробка. Это невероятно оказалось удобно. Это очень удобно. Девочки, достаешь коробку, вот так вытаскиваешь, положила на кровать или на стол. И здесь все, что нужно для работы. То есть раньше у меня просто вот в этом контейнере все вот так было там накидано. Либо на полке в отдельных шкатулках. Как начинаешь вышивать по отдельным шкатулкам, это все нужно искать. А сейчас мне ничего не нужно искать. У меня вот очки специальные для вышивания. Они у меня мощные. То есть я в телефоне и в компьютере послабее у меня очки. А вот эти вот 2.2, 2.25, это у меня для вышивки. Они у меня всегда здесь лежат. Так, это у меня маркеры, карандаши, в общем, тоже все, что нужно. Так, это у меня остатки, это уже нужно разобрать. Это нужно разобрать, убрать в коробочку, но я еще не закончила процессы Хэллоуин, так что пока еще пусть полежат. Вот это нитки металлизированные, ДМС, перемотала их на бобинку, потому что ниточки ДМС, они махрятся. Это я вот их буквально сейчас перемотала, я еще не успела их убрать. Нет, вообще у меня все нитки лежат в отдельной коробке, это прям вот только-только я перемотала, еще не сложила. Так, ну, естественно, биндеры, куда же без них, ножнички, вот этими ножничками я пользуюсь. Кстати, ножнички, я иногда ими чикала пластиковую канву, и они уже не так режут. Хотя нет, они нормально, ими пользоваться можно, но у меня много ножничек, но меня жаба душит, я пользуюсь этими. Наверное, вот эти ножнички скоро я полностью для пластиковой канвы оставлю. Я пластиковую канву вырезаю дешевыми, старыми ножницами, кривыми, косыми, поэтому вот надо вот эти вот для таких уже грубых работ оставить. Это старые ножницы, самые первые, которые я приобретала, им уже года три точно есть, вот, и нужно уже начать пользоваться какими-то другими. Вот, ну, вот еще такие у меня здесь ножнички красивые, вот, золотые, еще есть ножнички, вот такие же розовые у меня есть ножнички. Так, нужно, наверное, как-то мне сделать видео, коллекция наперстков, ножничек, аксессуаров, ну, в общем, тоже нужно как-то собраться и снять такое видео. Смотрю, многие девчонки снимают, мне тоже хочется показать, тем более, что я такое видео никогда не показывала, не снимала, и в трансляциях меня часто спрашивают, показать что-нибудь интересное, особенно коллекцию наперстков. Ну, она у меня небольшая, девчонки, коллекция, но есть что показать. Вот, и вот такой чехольчик, это Оля, когда ко мне приезжала с Магнитогорской, это она делала своими руками. Вот для чего я фетр-то приобретаю, я тоже когда-нибудь хочу сделать, ну, планы, планы, планы в громадье. Так, это нитевдеватели, нитевдеватели с маячками, эти маячки делала я сама, мало того, что я их делала, я еще их и продавала, и даже делала группу ВКонтакте, и все маячки у меня разобрали. Они были по 200 рублей, эти маячки, потом уже, ну, понятно, что шармики подорожали, вот эти все чашечки подорожали, вот, и оплачивать пересылку стало дорого. Раньше заказным письмом можно было отправить. Девчонки до сих пор просят меня делать маячки, но я все никак не определюсь с ценником, не знаю, дорого продавать я не хочу. Вот, а дешево делать мне их невыгодно. Ну, в общем, не знаю, как, не знаю, как. Вот эти раньше можно было покупать большими упаковками, сейчас прям вообще чуть ли не поштучно, причем я их заказывала, ссылки мне давали девочки, и очень много брака приходит, то есть половину выкидываешь на Алиэкспресс, я заказывала, вот, и тоже получалось невыгодно. Вот, но не знаю, может быть, попозже-то я возобновлю работу. Я зимой, девочки, где-то под Новый год, в новогодние праздники, я хочу сделать партию маячков, потому что очень многие мои зрители просят, чтобы я их делала. У меня там еще есть немножко шармиков куплено, кое-каких. Ну, вот, в принципе, буду делать по такому образцу, потому что девчонкам нравилось, и они их покупали. Вот, времени нет что-то новое изобретать. Вот, ну, вот так, в общем-то, для нитевдевателей вообще очень удобно. Нитевдеватели вечно куда-нибудь, где-нибудь теряются, но вот с этими вот маячками не теряются. Девочки, на ножницами использовать маячки неудобно. Вот, и что я хотела бы тоже сделать, да, наверное, когда буду делать маячки, я, наверное, часть маячков буду продавать вместе с нитевдевателями, вот так. Потому что есть девочки, которые, не знаю, их не могут купить почему-то. Ну, не знаю, на Алиэкспресс они есть, в принципе. Но кто-то заказывал отдельно, кто-то нет. Может, кому-то удобно будет купить вместе, вот так. Ну, понятно, что недорого я эти буду продавать. Кстати, девчонки, на Алиэкспресс, вот они продаются, да, по 10 штук. Они ничем не хуже, чем фирменные. У прим фирменные. Вот смотрите, я вот этими двумя нитевдевателями пользуюсь уже больше года. Ничего с ними не происходит. Единственное, они не магнитятся. Их на магнит невозможно прикрепить. Вот, но это говорит о том, что здесь чистая нержавейка. Вот, мне сразу Тимур сказал, это означает, что это хороший металл. Вот, так что. Так, это магнитная игольница. Когда вышиваю, иногда иголочку сюда бросаю. А это у меня крышка от коробочки. Не знаю, так удобно мне ее почему-то тут вот держать. Иногда сюда бисеринки насыпаю, иногда что-то мелкое положу. Вот, как-то она у меня здесь прижилась. Это Юлин магнитик Юля дарила. Я его креплю на пяльца. Но сейчас я его убрала, потому что, ну не знаю, прям кошки так и хотят. То на пяльца, на станок лезут, то просто там, я не знаю, что-то играют лапой вечно. Он у меня замотан в пеленку, на подоконнике стоит. Нет, им обязательно надо залезть. Два раза уже мне скидывали этот магнит. А под кровать приходилось искать. Поэтому он у меня теперь вот здесь. И только когда я вышиваю, я его креплю. А когда убираю станок, то я его сюда прикрепляю. Очень люблю магнитики всякие разные, каких только у меня нет магнитов. Я и сама покупала много магнитов, и дарили мне девочки магниты. В общем, у меня их много. Но все показать не могу, потому что они на разных процессах у меня прикреплены. И сейчас надо все процессы доставать для того, чтобы показать все магниты. Но у меня на каждом процессе свой магнит. Стараюсь подбирать по теме, если это получается. Но если не получается, не заморачиваюсь. Так, нитки. Это нитки я бисером, когда вышиваю набор Александры Токаревой. Кстати, спрашиваю, девочки, продвинулась я или нет. Из-за того, что болит рука, бисером вообще не вышивала. Вот это вот последнее время абсолютно не вышивала бисером. Так, ну что. Коробочку показала. Теперь покажу процессы. В общем, сегодня все решила в одном видео показать. Раз уж достала. Вот работа, с которой я участвую в Юлином совместнике Хэллоуин. Кстати, нужно снять заключительное видео и показать все это отдельно. А если я вам сейчас все покажу? Вот. А нужно же снимать отдельный ролик. Поэтому, ладно, не буду я сегодня вам показывать все. Я вам только скажу, где я буду использовать ниточки светящиеся. Смотрите, вот в эти окошечки, правда, можно добавить ниточки. Будет круто. И вот это вот светящий... Вот сюда можно добавить тоже нитку. Хотя уже, наверное, нет. Если я поверху этой ниткой прошью, то будет смотреться белая, да, вот эта ведьмочка. А хотелось бы, чтобы она в темноте светилась. Глаза только ей добавить. Не знаю. Вот. Тыковку. Ну, в общем, вот здесь вот, где желтый, да, цвет можно добавить понемножку светящейся нитки. Ну, хотя бы в окошечках, в тыкве и вот глаз. Я не представляю, как это будет в темноте смотреться. Ну, может и прикольно. Ну, вот в такие сюжеты, в принципе, классно добавлять. Вот. И еще, собственно, для чего приобретались эти нитки, это вот для этого процесса. Кстати, очень понравились вот эти силиконовые пяльца из Леонардо. Ой, какой крепкий магнит. Обожаю вот этот магнит. Он невероятно крепкий. Это он, видите, какой. Не вытащишь. Смотрите, какие классные летучие мыши. Подбирала сама. Ключ у меня в DMC, но я переводила в гамму. И вот такие классные получаются летучие мыши. Вот эту луну полностью хочу сделать светящими синитями. Уже не успеваю. Все, Хэллоуин и совместник заканчивается 15 ноября, а я не успела. Ну и ладно. Все равно работу завершу и вам покажу. Мне не принципиально важно участвовать прям в СП и приз получить. Вот. Ну, просто мне нравятся эти сюжеты. Я все равно буду их заканчивать. Несмотря на то, что СП 15 ноября закончится. Так. Ну что. Видео получается уже длинное. Наверное, красивости бусинки, стразинки я покажу вам в следующем видео. И там же, наверное, покажу коллекцию наперсков. И еще у меня есть такие красивые сувениры. Я нашла в нашем Оренбургском магазине эти сувенирчики. Ну, они очень красивые. И я думаю, что я все вместе вам покажу в следующем видео. Ну, а вот эти процессы, которые вы видите, эта тыковка у меня начата. Сейчас покажу, на какой она у меня стадии. В принципе, здесь еще много. Я не знаю, успею ли я до 15 числа. Это только еще первая сторона. Хотя тут еще есть вторая сторона. Очень нравится тыква. Вообще клевая. Вот. И, кстати, тоже. Может, светящиеся нити-то сюда добавить. Тоже классно. Только сейчас мне в голову пришло. Я еще до конца не вышла. Можно добавить. Кстати, вот здесь, где черное, здесь, наверное, не добавишь. Сама нитка-то белая. Это что будет, когда при свете будет пестрое смотреться? Кто уже вышивал, напишите, смешивали вы черную нить с белой светящейся или нет. Видно это или нет. Этот набор, который к дальним берегам, там же тоже. Там только в белый цвет, наверное, добавляется. В белый, в желтый. В черный, наверное, я думаю, будет некрасиво. Ну, в общем, напишите, девочки, кто вышивал, кто знает. Но сюда точно можно добавить светящиеся нити. Ну, вот видите, уже вышила. Придется по второму разу проходить. Хотя только сейчас мне эта идея пришла в голову. Правда, клевая идея. Ну, что, прям сейчас, наверное, пойду, да буду вот это вышивать. Наверное, буду вот эту тыкву продолжать, да добавлю светящиеся нити. Вот видите, как думала, куда этот набор вышивать. Уже за время съемки видео передумала. Ну, тут тыкву надо заканчивать. Прям мне понравилась эта идея, туда добавить светящуюся нитку. А этот еще не начинала, но тоже хотела вышить в Хэллоуине. Ну, в любом случае, буду вышивать. Они лежат у меня вот здесь в коробке. Это вот мои следующие процессы на ближайшее время. Господи, уже Новый год на носу, а я еще не успела вышить осенние сюжеты и Хэллоуин. Что делается? Что делается? Ну, ладно. Не последний год на свете живем, еще успеем, навышиваемся. Спасибо вам за просмотр. Если вы не подписаны на канал, подписывайтесь. Не забывайте ставить лайки. С вами была Инесса. Всем желаю удачи, всего вам доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok